Привет, меня зовут Сымар и я в Африке. Капец, со мной холодно. Это ваша Африка. Александрия, Египет. Плюс 11 за бортом. При этом пальмы. Немножко диссонанс. А вот такие вот тут номера выдают. С кроватями. И зеркалами. И без центрального отопления. В общем, первое впечатление от Египта холодно. Александрия удивила не только температурой, но и всем. Город оказался больше похож на арабскую версию Питера, чем на знойный африканский курорт. Тем не менее, Александрия мне понравилась. Она колоритная, своеобразная и очень-очень-очень прокуренная. Да, в Египте курят везде. Даже внутри помещений и даже в кафе. А еще в Александрии сложилось впечатление прыжка в прошлое. Лет так на 15-20. Все эти люди в Адидасах. Эти подубитые Жигули. В домах и отелях интерьеры, похожие на бабушкины квартиры. А это Александрийская библиотека. Нет, не та самая, та самая. Не факт, что была. Новая, но тоже впечатляющая. Внутри Александрийской библиотеки можно погулять по самому большому в мире читальному залу. Разложить по слоям 3D-модель мумии на интерактивном стенде. И посмотреть интересные коллекции древних и современных украшений, картин, одежды и прочих интересностей. Александрия большая и очень разная. Есть современные районы с модными магазинами, банками, площадями, памятниками. А есть старинные райончики, где такое ощущение, что дома видели еще Александра Македонского, а узкие улочки сплошь заварены мусором. И там живут люди, которые зарабатывают, собственно, сбором, сортировкой и сдачей этого самого мусора. Это был самый-самый старый центр в Сербии. Насколько я понимаю, местные трещобы или еще нет, тут не поймешь. А это кофеек. Турецкий кофеек, со стороны, здесь очень хорошо. Да, кстати, зачем мы перлись в трещобы этим? Мы перлись в колонии Помпея, но вход к ней 5 баксов с носа, поэтому лучше кофеек, честно. Погуляв недельку по очень интересной, но очень холодной Александрии, мы отправились на юг в Хургаду, по окружной славного города Каира, и вдоль побережья очень бирюзового красного моря. Давно нас не было приключений таких. Короче, ехали мы из Хургаду, тут типа жилье дешевое, в море и все дела. Ехали без денег в кармане, потому что как выгодно в кармане налички ноль. На карточке есть немножко. Оказалось, что за проезд нужно платить в автобусе. То есть автобус встал посреди дороги, и нужно какую-то визу за въезд на береже Красного моря, ля-ля-ля, благо там дешевое. Вот, долго припирались, взяли на последние 20 фунтов. Но это оказался не конец. Нас остановили на каком-то программпункте, смотрели фотки на телефоне, спрашивали, не фоткали ли мы случайно какой-то секретный аэропорт, потому что кто-то в автобусе сказал, что мы фоткали секретный аэропорт. На секундочку. Но мы в Хургаде, в типичных хургадских апартаментах, которые выглядят как бабушкина квартира. Пыльненько, потрёпаненько. Кухонька. Две спальни зачем-то, я не знаю. Я бронировал с одной, но две по цене с одной. Темно, ничего не видно. Вот, как-то норили бабушкина квартира, но шума ему. Это были очень веселые приключения. Давно у нас не было таких веселых приключений. Я надеюсь, что на ближайшее время приключения... Хватит приключений, я жрать хочу.